Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 сентября, Православная Церковь совершает память великомученице Шушаники, княгини Аранской. Святая Шушаника, княгиня Аранская, была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Настоящее ее имя – Варадандухт, в честь отца А. Ласкательная Шушаника. С детских лет святая Шушаника отличалась богобоязненностью и благочестием. Она вышла замуж за пятиахша правителя пограничных областей в Грузии Варскена, который, изменив Христу, стал вероотступником. В восьмой год правления шаха Пероза Варскен отправился в Селевкию к Тезефон, где была резиденция персидского шаха, и стал маздеистом, огнепоклонником, чтобы угодить шаху. Узнав об этом по возвращении мужа, святая Шушаника не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Духовник царицы Яков Цуртовели, впоследствии автор ее жития, повествует, что святая царица, узнав о намерении мужа прибегнуть к силе, исполнилась решимости твердо стоять в вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения. Отвергнув домогательство Варскена, она 8 января 469 года была подвергнута им избиению и закована в кандалы, а 14 апреля 469 года заключена в темницу крепости, где находилась 6,5 лет. 6 лет она пробыла в заключении и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цивницей, освещающей и украшающей темницу. В темнице приходило много страждущих. При этом каждый по молитвам блаженной Шушаники получал от человеколюбивого Бога то, в чем он нуждался. Бездетные детей, больные исцеления, слепые прозрения. Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушаники, которые переставали навещать заключенную мать. На седьмом году заточения у святой Шушаники открылись на ногах и теле язвы. Джоджик, брат Патиакша Варскена, узнав, что блаженная Шушаника приближается к смерти, проник в темницу вместе со своей женой и детьми и просил у святой Шушаники, «Прости нам вину нашу и благослови нас». Святая Шушаника простила и благословила, сказав, «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянна, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал, кто расточил для нищих, тот собрал, кто пожертвует собой, тот обретет». Накануне блаженной кончины святой мученицы ее навестили в темнице католикос-архиепископ Грузии Самуил, епископ Иоанн и духовник мученицы Яков Цуртовели. В течение всех шести лет он постоянно навещал и утешал заключенную. Придворный епископ Афоц причастил святую Шушанику. Ее последними словами были «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла и заснула». Кончина блаженной мученицы наступила 17 октября в праздник мучеников-бессеребренников Косьмы и Едомиана. И именно в этот день Древняя Церковь праздновала ее память. Мощи святой мученицы Шушаники покоились вначале в храме города Цортага. Цортагский храм через некоторое время перешел в ведение армянского епископа Монафизита. И католикос-архиепископ Грузии Самуил IV перенес святые мощи Шушаники в город Тбилиси, где они были положены в 586 году в пределе Метехской Церкви с южной стороны алтаря. Вероятно, в связи с этим память святой Шушаники была перенесена с 17 октября на 28 августа по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Моисея Мурина чествуется обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах преподобного Феодосия Почевающих, преподобного Саввы Крыпецкого-Псковского, праведной Анны-Пророчице, дещере Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском, а также новомучеников и исповедников российских. Священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, Сергия Зайцева, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, Феодосия Александрова, Леонтия Корягина, Стефана Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина. Священномученика Александра Медведева-Диакона, Священномученика Николая Георгиевского Пресвитера, Священномученика Василия Сокольского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова